И все механизмы эзотерические, о которых я говорю в моем эзотерическом направлении, они как раз и связаны с тем, чтобы человеку дать понять сами механизмы или как это все устроено. Вот недавно, буквально сегодня, я выпустил это видео, и там в этом видео оно, по-моему, называется «Самый важный или самый главный механизм, закрывающий человеку материальное благополучие». Вы знаете, да, действительно, так и есть. Один из самых главных механизмов заключается в том, что когда человек живет с другими людьми под одной крышей, то все эти люди энергетически являются одним существом. И это семь человек на одно «я». То есть, когда человек с другим человеком, даже если человек не хочет, то есть вы живете с одними и теми же людьми или с не одними и теми же, но живете под одной крышей, едите на одной кухне, общаетесь с этими людьми. Вы все между собой, хотите или нет, когда дверь закрывается, объединены, и это называется эгрегором вашей семьи. Хоть вы разговариваете, хоть вы не разговариваете и все остальное, это все равно является эгрегором вашей семьи. Вы должны знать, что существует принцип, и этот принцип называется «Кому течет любовь, к тому текут и деньги». «Кому течет любовь, к тому текут и деньги». И человек говорит «А что же мне такого сделать, чтобы по отношению ко мне любовь текла?» А ответ заключается в том, что те люди, с которыми вы живете, это люди фактически вы и есть. Энергетически вы и ваша теча, которую вы ненавидите, или вы и ваша свекруха, которую вы ненавидите, или вы и ваша там жена или ваш муж, который там толстый, сапитый, вы его ненавидите, или ваши дети, которые вас бесят. Вы с ними являетесь одним целым. Вы и они, живущие под одной крышей, являетесь одним существом, одним я. Так вот, самая простая практика, которая может быть, это жить и работать, и думать об этих людях, ощущая невероятное чувство любви по отношению к этим людям. Невероятное чувство любви по отношению к людям. И самое важное, делать для них что-либо. Вот смотрите, как вы блокируете. Вы бурчите за столом, ненавидите этих людей, делаете им претензии, постоянно какие-то замечания, постоянно грызете этих людей, начинайте со слов «А ты, а ты не так, а то не так, а я сказал». И так, какая вам разница? Все о вас никто не знает. Поэтому, когда вам говорят «А ты», вы все равно должны знать, что вы ни при чем. Это мнение человека. Чего вы заморачиваетесь по этому?